Музыка Эволюция мобильных компьютерных систем за последние десятилетия шагнула чрезвычайно далеко. В течение времени появились все более облегченные и вместе с тем модернизированные устройства, способные решать задачи самого разного рода. Появились гаджеты, ориентированные на мультимедийное использование, работа и общение в интернете, игры, просмотр аудио-видеофайлов, а иногда и общение посредством мобильной связи. Планшетные компьютеры как раз и представляют собой изделия, способные решать эти и многие другие задачи. О том, на какие технические характеристики стоит обратить внимание при покупке этого устройства, мы поговорим сегодня. Планшетные компьютеры прочно заняли свою нишу на рынке электроники. Они становятся все популярнее благодаря своей компактности. Выбор их настолько велик, что, решив прикупить себе такое устройство, вы можете растеряться. Поэтому начнем с того, на какие категории можно разделить все существующие планшеты. Принято выделять два типа – планшетный персональный ПК и интернет-планшет. Первый – это полноценный компьютер, только в форм-факторе планшета. К нему можно подключить мышь и клавиатуру, превратив его в ноутбук. Второй тип планшетов представляет собой гибрид смартфона и ноутбука. Он обладает компактными размерами и ориентирован в основном на веб-серфинг и работу с веб-приложениями. Каждому человеку стоит задуматься, зачем он, прежде всего, для себя берет. То есть, какие-то планшеты будут удобнее именно за счет своих размеров. То есть, они бывают как 7-дюймовые, так и 10-дюймовые. То есть, кому-то важны размеры, кому-то будет важна непосредственно батарейка в планшете, кому-то именно процессор, кому-то память. Процессор у планшетов не такой мощный, как у обычных компьютеров. Но особая мощность для работы различных гаджетов и виджетов здесь и не нужна. Нам необходимо учитывать емкость оперативной памяти, чтобы устройство работало быстро и не подвисало. Также нужно обратить внимание и на общий объем памяти. Чем он больше, тем лучше. Вы сможете уместить всю необходимую информацию. Чтобы было легче и привычнее работать на планшетном ПК, выбирайте знакомую вам операционную систему. Планшеты и компьютеры, прежде всего, созданы для бизнеса, изначально создаваясь. То есть, это такие мобильные устройства, которые позволяют делать практически все с ними. То есть, есть возможность непосредственно на планшетнике, как, например, выйти в интернет, естественно. То есть, это их основная функция. Так, попечататься в Word непосредственно. Можно просто купить его ребенка, чтобы он играл в игрушки, также учился там, словари какие-то закачать. То есть, планшет обладает практически теми же функциями. Единственная сложность может возникнуть при том моменте, если человеку нужно, например, напечатать на принтер. То есть, напечатать на принтер он может только по беспроводной технологии. Напрямую они практически никто не печатает. Потому что USB-разъемов нет почти нигде. То есть, они нужны либо через переходники, либо довольно малый модельный ряд пока что с USB-разъемами. Это компактное мобильное устройство сочетает в себе множество возможностей смартфонов и компьютеров. Последние модели оснащены 4G-адаптерами, что позволяет улавливать сигналы нового поколения. Если говорить о разъемах, то их число ограничено. Есть, естественно, разъем под наушники, есть разъем под их периферийный кабель, то есть для соединения с компьютером. Некоторые обладают USB-разъемом, то есть для подключения флешки, жесткого диска, например, даже принтера. Большинство имеет возможность такое подключения через переходник. Многие с нами уже, знаешь, дымают портом. То есть, можно, например, с планшета смотреть кино непосредственно на телевизоре. Плюс есть современная технология, когда с планшетом можно по беспроводной технологии также посмотреть кино, то есть DLNA. Такие планшеты не оснащены клавиатурой, поскольку экран сенсорный. Быстрота реакции экрана на прикосновение зависит от бренда и модели. У одних он более отзывчив, у других наоборот. Любое прикосновение, он мгновенно отзывается, все получается красиво и здорово. Если планшет современный, он работает примерно так же. Если мы говорим про бюджетный, естественно, мы скажем так, человек, если берет простой какой-то планшет, там, точнее, он уже другого типа стоит, он милее отзывчивый. Особого ухода не требуется протирать их специальными салфетками. Планшеты, самое главное, не нужно ронять, несмотря на то, что у большинства из них металлический корпус. Тем не менее, его и экран можно серьезно повредить. Это негативно скажется на его работе. Если его специально не кидать, не ронять, прослушать он довольно долго. Многие планшеты даже после падения выживают. Но, естественно, это не рекомендуется. А так, можно каждому планшету при покупке сразу подобрать и пленку защитную, чтобы его не поцарапать, и чехол какой-то там, который функционал может расширить, например, там, стоп-стоп клавиатуры и чехол. Либо просто книжечка, которая удобна, то есть он и стильный может какой-то быть такой вариант. Планшетные компьютеры необходимы для тех, кто вынужден работать в постоянном движении. Именно они могут в полной мере реализовать все заложенные в планшетный компьютер возможности. При покупке тщательно взвешивайте преимущества и недостатки того или иного планшета. Только тогда вы гарантированно выберете оптимальную для себя модель. В мире электроники увидимся на следующей неделе. Пока!